Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк-Полунский и Кир, под номером 307. Нас просят найти разность многочленов. Но для начала мы давайте с вами вспомним невидимую математику. Не всегда то, что мы видим, означает то, что есть на самом деле. Так, например, если положительное число, то мы не всегда ставим перед ним плюс. Плюс. Обратим внимание на второй многочлен по цифре 1. 4 минус 3х. Перед числом 4 ничего не стоит. Можно поставить плюс, и от этого ничего не изменится. Если мы умножаем число на единицу, то произведение будет равно этому числу, потому что множитель 1 не меняет значение второго множителя. Поэтому коэффициент 1 обычно не пишут. Если перед выражением стоит знак минус, буквенным, то коэффициент перед ним минус единица. И эту единицу не пишут. Это мы вспомнили. А теперь как найти разность многочленов. Берем многочлены в скобки по цифре 1. И ставим между ними минус. И теперь нам нужно раскрыть скобки. Перед первыми скобками ничего не стоит. Но я могу поставить плюс. И тогда мне нужно правило, как раскрыть скобки, перед которыми стоит знак плюс. Мы этот плюс не пишем, скобки не пишем, все знаки сохраняем без изменений. Или еще говорят, просто опускаем скобки. А вот если перед скобками стоит знак минус, то мы этот минус не пишем, скобки не пишем. Но все знаки в скобках у выражений меняем на противоположные. И вот здесь нам нужно первое правило. Перед 4 в скобках никакой знак не стоит. Это знак плюс. Поэтому менять мы его будем на противоположный, на минус. Итак, раскрываем скобки. Опускаем первые скобки. Не смотрим на минус, не смотрим на скобки. Знаки в скобках меняем на противоположные. Перед 4 плюс пишем минус. Перед 3х минус пишем плюс. Все, мы раскрыли с вами скобки. А теперь приведем подобные слагаемые. Подобными слагаемыми у нас являются 8х и плюс 3х. У них одинаковая буквенная часть х. Переписываем х квадрат. Чтобы привести подобные слагаемые, складываем коэффициенты. 8 плюс 3 это 11. И дописываем буквенную часть х. И переписываем минус 4. Итак, многочлен х квадрат плюс 11х минус 4. Это разность данных многочленов по цифре 1. По цифре 2. Опять же, чтобы найти разность этих многочленов, берем их в скобки и ставим между ними знак минус. А теперь раскрываем скобки. Первые скобки опускаем. То есть не пишем. И в знаке в скобках не меняем. А вот у второго многочлена, перед скобками стоит знак минус, все знаки меняем на противоположные. Перед 4х квадрат в скобках не стоит знак. Это знак плюс. Меняем на противоположные, на минус. Перед 2х стоит знак минус, меняем на плюс. Подчеркиваем подобные слагаемые. 2х квадрат и минус 4х квадрат. У них одинаковая буквенная часть х в квадрате. Плюс 5х и плюс 2х. Одинаковая буквенная часть х. Приводим подобные слагаемые. Складываем соответствующие коэффициенты. 2 и минус 4. Перед числом с большим модулем стоит знак минус, значит результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 4 вычитаем 2, это 2. И дописываем буквенную часть. 5х плюс 2х. Складываем коэффициенты 5 плюс 2, это 7. И дописываем буквенную часть х. Минус 2х квадрат плюс 7, это разность многочленов по цифре 2. По цифре 3. Находим разность многочленов. Берем их в скобки. Ставим между ними минус. Опускаем скобки перед первым многочленом. Переписываем его. 4х в квадрате минус 7х и плюс 3. Поскольку перед скобками у нас стоит минус, мы этот минус не пишем, скобки не пишем, все знаки в скобках перед выражениями меняем на противоположные. Перед х квадрат знак не стоит, значит это плюс. Меняем на противоположный. Минус х в квадрате. Перед 8х стоит минус, мы пишем плюс. Меняем на противоположный. Перед 11 плюс меняем на противоположный, на минус. Подчеркиваем подобные слагаемые. 4х квадрат минус х квадрат. Минус 7х плюс 8х, одинаковая буквенная часть х. И 3 и минус 11 являются подобными слагаемыми, потому что числа являются тоже подобными слагаемыми. И нам нужно с вами сложить коэффициенты перед х квадрат. Итак, перед первым одночленом стоит коэффициент 4, у второго мы его не видим. И для этого вспоминаем то, с чего начинали. Это значит, что коэффициент минус 1. Складываем 4 и минус 1, или от 4 отнимаем 1, это 3. И дописываем буквенной части х квадрате. Минус 7 плюс 8 плюс 1. Коэффициент 1 не пишут, просто пишем х. 3 минус 11. Мы с вами складываем числа с разными знаками. Результат будет отрицательный, потому что перед числом с большим модулем стоит знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 11 вычитаем 3, это 8. 3х квадрат плюс х и минус 8, это разность многочленов по цифре 3 и по цифре 4. Опять берем многочлены в скобки. И ставим между ними минус. А теперь раскрываем скобки. Перед первыми скобками ничего не стоит, или можно сказать, стоит плюс, поэтому просто опускаем скобки. 9м в квадрате минус 5м и плюс 4. Переписали. А вот перед вторыми скобками стоит знак минус, поэтому его не пишем, скобки не пишем, все знаки выражений в скобках меняем на противоположные. Перед 10м стоит минус, меняем на противоположные, на плюс. Перед м в кубе стоит знак плюс, меняем на противоположные, на минус. Перед 5 стоит знак плюс, меняем на противоположные, на минус. Подчеркнем подобные слагаемые. У нас это минус 5м и плюс 10м, одинаковая буквенная часть м. 4 и минус 5. Тоже подобное, у них нету буквенной части. Переписываем минус м в кубе, потому что это однощенц наибольшей степени. Переписываем 9м в квадрате. Приводим подобные слагаемые с буквенной частью м. Минус 5 плюс 10. Это будет 5. И дописываем буквенную часть м. От 4 мы вычитаем 5, или складываем 4 и минус 5. Перед числом с большим модулем стоит знак минус, значит результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 5 вычитаем 4, это 1. Все, мы справились с вами с заданием. И нашли с вами разность многочленов. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.